По лукам, зачем депутаты хотят разрешить охотиться по старинке? 12 апреля 2019 года известия По лукам, зачем депутаты хотят разрешить охотиться по старинке? Источник изображения, фото, в России могут выйти из тени самые элитные из охотников. Во вторник, 2 апреля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит легально охотиться с луком. Сейчас это оружие можно использовать только в спорте. Что это новое средневековье, попытка усилить контроль за оборотом? Зачем разрешать охоту с луком и колчаном наперевес выясняли известие. Приманка для туриста Речь идет о луках с силой дуги более 27 килограммов. Согласно предлагаемым изменениям в федеральный закон об оружии, появляются две категории метательного оружия. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства, стрелковое метательное оружие, и при помощи мускульной силы человека, бросковое метательное оружие. Купленный охотничий лук как стрелковое метательное оружие нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель. Фото, РИА Новости, Александр Кондратюк. Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона, на руках у россиян несколько сотен тысяч луков и арбалетов. По данным Федеральной таможенной службы, импорт такого оружия составляет около 200 тысяч единиц в год. Если у человека есть охотничий билет, есть разрешение на хранение огнестрельного оружия, то он может получить без специальной лицензии разрешение в Росгвардии на хранение и использование метательного холодного орудия лук, цитирует одного из авторов законопроекта, Владислава Резняка, коммерсант. По словам депутата, лучников в мире более 4 миллионов, больше половины из них, свыше 2,5 миллиона человек, обосновались в Соединенных Штатах. Немало таких и в Европе. Поэтому если будет открыта охота с луком в России, то люди смогут из других стран приезжать к нам охотиться. Здесь это большие деньги. У нас свыше 50 охотничьих видов, в среднем каждая такая охота иностранца обходится в тысячи долларов. Для экономики это будут реальные деньги, это будут миллиарды долларов, считает депутат элита среди охотников. Вообще вся охота становления человеческой цивилизации была основана на охоте. Лук являлся одним из первых орудий охоты. Поэтому ничего удивительного в том, что мы хотим вернуться к этой охоте. Нет, поясняет известием заместитель президента Росоха от рыболов Союза Андрея Сицка. Лук это такое же оружие, как огнестрельное, и почему бы его не использовать на охоте? Фото, Пайксабей. По словам Андрея Сицка, охотники с луком самые квалифицированные среди своих коллег, настоящие оценители, поскольку не у каждого хватит знаний и умений убить зверя стрелой. Стрельба ведется на очень коротких дистанциях 20-30 метров. Успешность охоты с луком все таки намного ниже, чем с огнестрельным оружием. Нужно долго ждать зверя. Не каждый выход бывает удачным. Скорость полета стрелы не такая высокая, как у пули, плюс в момент изготовки стрелка зверь может его увидеть, говорит Андрей Сицка. Если с огнестрельным оружием можно сидеть на изготовке часами, то натянутую тетиву держать часами ни один человек не сможет. Знание природы, повадок зверя, ветра все это накладывает свой отпечаток. Чтобы произвести прицельный выстрел, нужно, во-первых, тренироваться круглый год, а во-вторых, обладать высокой квалификацией охотника. Браконьерам не по зубам. По мнению специалистов, нелегальные охотники за лук точно не возьмутся. Несмотря на бесшумность, к нему сложно приловчиться и себе дороже экономически неэффективно. Для браконьеров это накладно. Гораздо проще взять какую-нибудь дешевую одностволку и убить зверя на расстоянии 50 метров, поясняет известиям охотник Александр Кормилицин. Его охотничий лук как раз заждался решения депутатов. Хороший охотничий лук не будет стоить дешевле 100 тысяч рублей. В случае чего браконьера отбирают лук, плюс выписывается штраф, который может набежать до полумиллиона. И какой смысл? Да и все эти лучные принадлежности и очень недешевые развлечения. Рисковать этим глупо. А не охотничьим луком ничего не добудешь, только шкурку зверя попортишь или не дай бог того же кабана обидишь, в ответ отсыпят так, что мало не покажется. По мнению Александра, в лучной охоте есть азарт, придумать себе массу сложностей и героически их преодолеть. Фото, Это охота для тех, кто умеет. Есть народ, который охотится втихаря, но из-за этого и косяков больше. Например, человек на месте не положил зверя, а из-за опаски быть пойманным не пойдет добивать, а это уже недопустимо. Самое худшее, что можно придумать, уверен охотник. Современное оружие, на мой взгляд, позволяет много лишнего. Забава разбогатевших набрать навороченных карабинов, наставить на них тепловизоры и стрелять и днем, и ночью. Категорически нечестная охота. Лук как раз все эти вещи уравнивает. Часть охотников давно хотят, чтобы охоту с луком легализовали. Пока они вынуждены охотиться за границей, в той же Белоруссии охота с луком разрешена. Неразумно не разрешать то, что не нанесет ущерба природе, обеспечит дополнительный доход и позволит охотникам продемонстрировать свою высокую квалификацию на деле, считает Андрей Сицко. Кстати, на пленарном заседании первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев предложил ввести экзамен для желающих поохотиться с луком. Насколько я знаю, во всех странах, где разрешена охота с луком, есть специальные испытания, говорит Андрей Сицко. Законопроект прошел только первое чтение, вероятно будут предусмотрены какие-то экзамены. Во всяком случае, при первичном получении разрешения на приобретение гладкоствольного оружия соответствующие экзамены проводятся. Елена Матренко Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.